я говорю если кто-то хочет вы можете обратиться к нам ко мне к нашим девочкам или к насте мы с удовольствием вам посмотрим посчитаем лагнул и поговорим с вами действительно о каких-то астрологических моментах кто не знает как это сделать для тех кто знает как это сделать вот эта информация я думаю будет очень интересно и начну я с первого знака зодиака это овен для них сейчас очень интересное время наступает для изучения психологии астрологии эзотерики каких-то духовных наук все овнам нужно обязательно идти в практик центр руна потому что там очень много знаний очень много программ замечательных то есть и вот умные у них очень интересная тенденция именно с начала года будет с начала года до середины года вот эта теневая планета раху про которую мы говорили она придет к ним в пятый дом их естественного гороскопа и теневая планета кету придет выходим от стыдом то есть здесь задействована оси 511 пятый дом показывает наше сознание и вот наше сознание к сожалению она может быть подвержена иллюзиям пятый дом показывает детей показывает также нашу карму прошлого наши прошлые заслуги и какие-то плоды нашей деятельности его еще называют домом пур ва пунья кредит с прошлой жизни 11 дом показывает и полностью все наши скажем так достижение это лапха лапха все плоды все плоды нашей деятельности и вот интересная вот то есть да включается 511 то есть тенденции дети сознание деньги прошлые заслуги и все это очень-очень сильно будет проигрываться у овнов вот та планета сатурн с которой мы сегодня начали наш разговор она войдет 8 дом их гороскопа и это может дать ряд каких-то кармических она точнее у них находится уже с 14 года и вот в этом году она может дать им ряд каких-то кармических проработок прошлого так как восьмой дом он связан именно с прошлым человека это дом прорабха кармы то есть кармин нашего прошлого одно из значений этого дома и вот эту карму необходимо будет прожить и проработать особенно умным стоит обратить внимание на период с 20 февраля по 17 июня и с 12 июля по 18 сентября так как сатурном вместе будет находиться ваша главная планета марс очень хорошо в это время быть внимательными осмотрительными к своему здоровью к поездкам за рулем те кто ездят очень много я рекомендую всем читать определенные мантры которые или молитвы которые связаны именно с тем чтобы не возникло каких-то ситуаций очень хорошо читать мантру марсу в данном случае также умных могут быть какие-то заболевания принесенные из прошлого и они могут проиграться в этот период и опять же я говорю как одна из упай это будет чтение мантр в этот момент но все зависит от нашего сознания и умона строения да то есть вот на самом деле будет иметь тенденцию смешанного характера потому что восьмой дом это не только эти пугалки это еще и наши глубокие исследования это астрология это пара психология это эзотерика и поэтому овны вам туда но самое время вы можете действительно добиться очень очень больших успехов в этом способны глубоко понять эти вещи ну это же давай мы с тобой немножко ускоримся потому что у нас принципе эфир то не очень длинный к сожалению хотя очень интересно тебя слушать и мы так буквально прям по паре минут на каждый знак что такие основные вещи чтобы мы успели а всем к тому кому будет интересно мы просто порекомендуем к вам обратиться ну к нам как нам ко всем обратиться потому что уже мы более детально сможем рассказать в каких-то частных беседах да потому что сейчас мы к сожалению просто не располагаем достаточным количеством времени ускоряемся нас то есть у тельцов до середины года будет идти период связаны с семьей и домом у кого-то может быть с научной степенью и получения какого-то назначения то есть у них наступает интересный период в реализации их планов не буду уже рассказывать тогда какие планеты у них задействуются то есть самое интересное что у них может быть расширение в недвижимости в средствах передвижения получения какого-то определенного статуса и изменения в семье но для них самое главное это научиться получать от этого удовлетворенность потому что раху он имеет такие ненасытные желания и может не дать вообще полностью удовлетворение человеку то есть для них будет девиз на этот год практикуем чувства меры также у них могут появиться дети в 2016 году и уж точно вопросы обучения духовным наукам тоже для них выйдут на передний план то есть также для них очень важно чтобы они помнили что успех в отношениях зависит от того сколько они отдают финансово для них год благоприятен но в карьере их иногда может штормить то есть поэтому относимся философски к этому близнецы для близнецов наступает время проводки духовных каких-то решений своей жизни вот для них это будет красная нить потому что в девятый дом их гороскопа попадает планета кету и поэтому для них очень важен девиз на этот год если бог с тобой чего ты боишься если бога с тобой нет на что ты надеешься то есть для них это должно быть главное самое главное чтобы они не зацикливались на том что они творцы своей судьбы то есть помнили о том что божественное благословление всегда должно присутствовать и здесь даже травинка не шелохнется на самом деле без воли бога год для них благоприятен в плане достижения успехов то есть именно они способны достичь того к чему они идут но для них очень важно помнить о всевышнем подходим настя к твоему знаку в знаках да я прям уже вся внимание на интуитивный обратите внимание на родительскую семью у вас пришло время решить какие-то родовые программы и проработать ваши родовые сценарии то есть приглашаем вас в нашу школу где мы действительно очень глубоко занимаемся мощь супруг занимается этими вещами и вот все для кого интересна родовая тема особенно для раков вот этот вот он для них очень важен так также у вас устремления ваши будут лежать в области финансов в чем в принципе вас тоже ждет успех ура но помните еще раз я говорю о том что этих денег может же отказаться мало-мало-мало-мало это тенденции раху давать вот это вот ну неудовлетворенность тем что есть вот помнишь настя как лошадь барона мюнгаузена была без туловища она пила пила и не могла никак напиться да во всем этом нам помогает очень духовная практика занятие астрологии поэтому если мы и наши слушатели будут этим заниматься то для них этот вопрос он не будет таким сложным сатурн находясь вашем пятом доме может давать какие-то периоды проработки с детьми когда он соединится с марсом может потянуть на романтику раки будьте аккуратны что может быть какого-то агрессивного характера два таких вредителя они могут дать вот эти вот вещи если что-то вам не понравится вы можете очень сильно как-то вспылить или еще что-то что ждет львов первую половину года львы будут концентрироваться на себе вы так очень сконцентрированы на себе это тот восходящий знак который привык царствовать и забывать иногда про своих подданных но в этом году у них могут происходить глубинные трансформации именно с их личностью связанные с сознанием собственным я год трансформации для них непростой год в плане финансов при всех прочих равных условиях их тоже ждет успех как и рахов тоже возможно приобретение движимого недвижимого имущества вот с партнерами в отношениях будет искрить то есть поэтому для львов конечно тоже очень важно ну я думаю девизом на этот год сделать люби всех служи всем чтобы не сильно уж как бы концентрироваться на своей личности девы для дев будет 2 половина года намного более успешно чем первое для них хорошо следить за здоровьем необходимо в этом году так как в начале года у них включается ось 612 она напрямую связана со здоровьем с нашими врагами долгами кропотливой постоянной работой для них нельзя брать кредиты в этом году то есть не очень благоприятно но нельзя это категорично конечно не будем категоричными не хорошо делать какие-то долги хорошо служить другим но не перенапрягаться умеренность во всем вот их девиз на этот год ты сейчас рассказываешь про знаки на самом деле мне кажется все рекомендации которые даешь они вообще всем подходят вот я так слушаю у меня прям ощущение что мне и под для дев подходит особенно то что касается работы над личностью но работа над личностью мы все должны но просто тенденции будут проигрываться именно по осям тенденции будут проигрываться по осям все таки раху киету больше и я вот как раз даю уже рекомендации относительно этих осей потому что для каждого знака это ось встанет в свои дома определенные вот для весов этом году наступает интересное отношение с финансами с финансами здесь все будет зависеть от кармы их если карма у человека пришла хорошая то для них это ну мега очень финансовый процент очень хорошие финансовое процветание будет так а вот с чем у них будут проблемы проблемы у них будут на будут сейчас скажу ну то есть я говорю самое главное чтобы к деньгам у них было правильное отношение опять же деньги для них в этом году я говорю это такая их тема тема номер один для весов правильно да что у них будет беспокойство беспокойство у них будет именно внутреннее внутреннее ощущение счастья может не хватать внутреннее напряжение может быть кету будет напускать сознание тумана на их сознание и включить тоже какую-то карму прошлого так пятый дом это в дом кредитов прошлого воплощения и пусть девизом для этого года именно для весов станет обуздание своего ума то есть пусть они постараются сделать свой ум лучшим другом для того кто это сделал это замечательно но для того кто это не может сделать и ум становится величайшим врагом для скорпионов следующий это самый такой таинственный да мистический знак для них пришло время работать работать еще раз работать потому что ось у них встает на положение 410 то есть их будет уводить от дома от семьи от мамы к работе и достижениям но для них в этом году нет другого выхода потому что в первом доме личности будет находиться сатурн а он как мы уже с вами разобрали суровый учитель и безделья он не признает совсем и если скорпионы попробует лениться в этом году он будет очень жестко учить если скорпионы будут работать то в принципе их ждет именно успех вот очень хорошие есть слова у иранста хемингуэ работа лучшее лекарство от всех бед вот этот девиз скорпионов на этот год стрельцы вот для стрельцов приходит духовное время в первой половине года при правильном подходе их может вывести совсем на другой духовный уровень развития но их силы они будут немножечко как бы такие недостаточно у них будет сил потому что кету встает в их третий дом аки там где кету это сужение происходит сужение а третий дом это дом собственных усилий человека устремлений желание человека силы воли и вот когда кету попадает туда то человеку могут может не хватать вот этих вот областей и если человек будет чрезмерно напрягаться в плане деятельности оставить без внимания свою духовную природу то высшие силы могут лишить действительно здесь силы человека для стрельцов вы можете встретить своего духовного учителя в этом году те у кого еще его нет как желательно и пожелание до счастья не имеет ценности при отсутствии трудностей вот помните об этом козероги для вас трудолюбивые сдержанные практичные пришло время глубоких исследований медитации занятий йогой погружение в какие-то тайные знания в этом году среди вас могут преуспеть астрологи эзотерики или те кто занимается какими-то серьезными исследованиями в науке потому что у вас включается ось 82 и 2 2 дом это наши деньги туда попадают кету и к сожалению деньги будут немножечко уменьшаться но исследования и какие-то мистические глубокие озарения могут спонтанно приходить в вашу голову но что самое для вас важно следите в этом году за своим питанием помните о том что мы есть то что мы едим кардинально внимательно составьте для себя диету на этот год настя вот пусть обращаются к тебе все козероги подберешь им правильное питание спасибо дошла и конституции да я потому что знаю что ты это делаешь замечательно и для козерогов для них обязательно заниматься йогой пранаямой работать с энергиями чакра водолеи водолея для них этот год подходит именно тоже как служение своему партнеру и коллегам по работе узлы у них встают по осям 1 7 и в это время для них непростое время будет для отношений кету попадают в первый дом и гороскопа что будет сужать их личность водолеев может быть не видно в этом году не слышно и даже когда что-то они будут делать активно где-то будут на виду их могут просто не замечать не беспокойтесь это всего лишь на один год как в принципе наше тело надо нам тоже только на одну жизнь в этом году пристальное внимание обратите на свои отношения помните о том что партнер все-таки это отражение нашего сознания и как бы нам иногда не нравилось это отражение это то что мы сами пригласили в свою жизнь своими мыслями привычками прошлого воплощения живите в этом году со словами матери терезы любовь нужно проявить в действии это действие есть служение плод тишины есть молитва плод молитвы это вера а плод веры это любовь а плод любви это служение а служение это мир и пусть мир присутствует ваших семьях и в ваших сердцах в вашей душе осталось у нас последний с вами знак это рыбы и для них наступает очень тоже интересное время для них включается ой 612 в первой половине года все будет связано с их главной планеты юпитер шестой дом дом долгов врагов болезней в этом году особенно тщательно тоже для рыб нужно следить за своим здоровьем если уже они лечатся то для них нужно лечиться нетрадиционными средствами опять настя я отправлю к тебе чтобы ты подбирала юридических препаратов потому что традиционная медицина и мне подойдет совсем в этом году у них такое положение планет в следующем году жду рыбок и зерогов дорогие рыбы к зероге мы с вами будем работать а юридические какие-то средства гомеопатия китайская медицина для них тоже нельзя брать кредиты это ни для кого не благоприятно но для них особенно в этом году и помните рыбы руки которые служат свете губ которые молятся вторая половина года для них будет более благоприятно в плане отношений с партнерами в лучшую сторону те из них кто не женат или не замужем может жениться могут жениться и выйти замуж вот коротко настя я все молодец наташ спасибо тебе огромное во это очень интересно было и емко и есть над чем подумать и есть и тем не менее думаю наши слушатели будут очень ну заинтригованы потому что действительно очень цельные рекомендации и они такие правильные все по делу я всегда очень люблю вот мне за что-то всегда нравится ваши лекции ваши семинары потому что у вас очень очень практические знания вы всегда даете с рустамом это ваша фишка и вы даете такое количество практик и такое количество техник которые реально работают и начинают работать прямо с первого дня поэтому я всем всем настоятельно рекомендую идти в астрологическую школу к наталье или в школу психологии к рустаму на самом деле они друг другу всегда помогают и есть такие совместные занятия вот скажи ну мы уже почти заканчиваем сейчас нас миша уже будет с нами прощаться но тем не менее скажи насколько важно изучать джойтиш потому что вот из твоих уст такого авторитетного астролога который уже больше двадцати лет занимается ведической астрологии это особенно ценно услышать потому что такой огромный опыт почему и для женщин почему у нас все-таки женская гостиная опять же мы забыли об этом немножко так увлеклись почему важно изучать джойтиш джойтиш в первую очередь он меняет полностью сознание человека и то что действительно для женщины очень важно женщина она становится счастливая потому что первое допустим я просто раз поделюсь своим опытом коротко когда я начала изучать джойтиш я полностью поменял свое отношение к людям я начала их воспринимать такими какие они есть меня перестали парить абсолютно какие-то моменты то есть я перестал я начала понимать почему человек делает те или иные поступки почему он так поступает то есть ты начинаешь видеть карму человека и ты абсолютно по-другому начинаешь воспринимать мир во втором во вторых ты начинаешь принимать тебя а для женщины это наверное одно из самых главных вещей когда она начинает принимать себя от кончиков пальцев ног до кончиков пальцев волос со всеми своими причудами со всеми своими достоинствами с какими-то вещами с с которыми ей необходимо работать. И когда ты начинаешь принимать себя, ты начинаешь любить себя. А это, я думаю, Настя, ты со мной согласишься, наверное, самое главное для женщины. Безусловно, да, для женщины самое главное это любовь к тебе, потому что если мы любим себя, у нас есть достаточно большое количество, достаточный ресурс для того, чтобы мы могли отдавать эту любовь. И не только ею себя питать, но и весь мир, от которой, в общем-то, я так скажу, высокопарно, но он держится на женских плечах. Конечно, безусловно, я с тобой 100% согласна. И ещё, что тоже очень-очень важно, то, что благодаря Джи Йотиш вы можете помочь, первое, себе, второе, своей семье, своим детям, и точно так же окружающим просто-напросто людям. Потому что вы будете видеть их негативные периоды, их позитивные периоды, и будете давать те рекомендации, которые необходимы действительно человеку. Где нужно сказать, давай вперёд, действуй, всё, а где лучше не надо, ничего не делай, посиди. То есть это действительно уникальные вещи, уникальные упаи есть в Джи Йотиша виде, которые способны, ну, поменять даже самое негативное влияние планеты. Если самое главное, чтобы человек делал всё. Если человек делает, то мы можем изменить практически любую нашу карму. Вот в этом уникальность Джи Йотиша виде, она ставит диагноз и подбирает лечение. То есть практически мы можем исправить всё, что угодно. Да, да. Надо просто иметь определённые знания. Всё. Ну, это очень здорово. Главное, то есть вот ты делишься этими знаниями. Я хочу опять же ещё раз сказать про Наташину школу, потому что я проходила курс в их школе, Наталья разработала абсолютно уникальный курс, который позволяет буквально за 15 занятий погрузиться в астрологию очень глубоко и получить глубинное понимание карты и вообще своей судьбы, судьбы своих близких. Даже если вы не планируете работать как астролог, мне кажется, эти знания, они необходимы просто даже на бытовом уровне. Они даёт такое расширение горизонта, такое расширение сознания. Это, конечно, удивительная вещь. И я желаю всем нашим слушателям в наступающем году, чтобы они были ближе к астрологии, чтобы они получили эти знания и их жизнь стала лучше, интереснее, более наполненной и более духовной. Да, я хотел бы тоже присоединиться к этим поздравлениям и пожеланиям, ну а также напомнить о том, что всё-таки действительно время в эфире у нас не, так скажем, не безразмерное. Хотя правда, Миш, мы могли бы разговаривать с Наташу, обязательно надо к нам ещё раз пригласить. И не один, я думаю, потому что Наташа... Обязательно пригласим. Дело в том, что Центр Сент-Гейтс — это не просто центр знаний. Знания, во-первых, это информация. Для очень многих людей, которые будут, ну не только для тех, которые сейчас нас слушают в эфире, а те, которые нас будут слушать в эфире, поскольку все программы у нас записываются, они будут выставляться в социальные сети. То есть это будет Ютуб, это будет Фейсбук. Ну и эти люди, которые будут нас слушать, они для многих будет это как-то достаточно необычно, непонятно, и поэтому будут вопросы. То есть знания становятся знаниями только тогда, когда они практикуются. Во-первых, это информация. Информация, первый этап — это получение информации. Потом мы эту информацию к себе пытаемся каким-то образом применить. Если мы получаем результат, ну и если это результат положительный, то мы начинаем приобретать знания. Таким образом, сегодня в нашей женской гостиной Наталья Хамитова дает первую эту информацию, дает эти знания. Конечно, будем встречаться еще и еще раз. Ну и мне хотелось бы, ну не знаю уж, встретимся ли мы с Наташей в этом году. С Настей мы еще раз встретимся, поскольку, по-моему, даже два раза у нас есть по времени, да, то есть до конца 24-го, 31-го. Вряд ли 31-го, но 24-го средства. Наши эфиры попадают на Рождество и Новый год. Да, ну посмотрим, мы решим этот вопрос. Сидеть за нашими анонсами, да. Дело в том, что то количество людей, которые нас слушают, значительно меньше, чем то количество людей, которые имеют возможность нас увидеть и услышать в социальных сетях. Поэтому, так или иначе, даже если эта программа не вышла в эфир, она где-то записалась, и потом она уже появилась у нас в наших сетях, и мы тогда сможем встретиться с этими людьми. Ну вот таким образом. Спасибо большое за программу, было очень интересно, и мы надеемся, что ты к нам еще будешь присоединяться и делиться этими волшебными знаниями, которые ты обладаешь. Благодарю, Настя, благодарю, Михаил. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю вам большого-большого процветания в вашем проекте. Да, мы еще поговорим. У меня, вообще-то говоря, был вопрос, но я боялся, что этот вопрос займет достаточно много времени, поскольку в соответствии с нумерологией, вот если я могу согласиться, просто если взять отдельно стоящую дату 2015, то сумма цифр будет 8, что и есть Сатурн. А вот 2016 сумма цифр 9, что есть Марс. Поэтому, ну, тут какие-то нюансы для тех людей, которые, ну, Наташа пояснит потом, но тем не менее, скажем, тема ответа на вопросы. Вот первый вопрос вот такой. Почему Венера, а почему, скажем, не Марс? Потому что Венера — это цифра 6, в общем-то говоря, в нумерологии. Так что вот таким образом. Ну, хозяина года определяют, строя определенную карту. Ну, я понимаю, да, я понимаю, как бы тоже. Ну, просто если... Сочетание планет, чтобы было определенное, и мы высчитываем тогда хозяина года. Да, да, ну, все правильно. Но тем не менее, понятно, что нумерология — это очень упрощенная вещь относительно любой астрологии, хоть западной, хоть восточной. Но тем не менее, все-таки какие-то нюансы здесь, естественно, есть. Ну, в общем-то, напряженности у нас будет возникать. И 2016 год, по другим прогнозам, это тоже достаточно серьезный год, где будут всякие очаги напряженности. А это как раз Марс, мы знаем, Бог войны. Поэтому это тоже есть какое-то соответствие с этой, скажем, виздической нумерологией. Но тем не менее, это вопрос, как я уже говорил, достаточно сложный и расширенный, поэтому ответы на него можно там отвечать довольно долго. Давайте, дорогие друзья, все-таки мы сейчас, у нас буквально остается 30 секунд за окончание программы. Давайте мы все-таки напомним о том, что центры Сангейтс, интернет-портал радио Центра Сангейтс, вы можете увидеть на тройное W sangeightsradio.com, потому что это только на русском языке. Итак, sangeightsradio.com Ну, а фейсбук, прямо набираем фейсбук, сангейтс радио, и мы прямо выходим. Ну, а по поводу всех программ, которые записываются, они будут выставляться и выставляются в YouTube. Опять же, мы берем в YouTube, находим центр Сангейтс, телефоны для тех, кто находится на территории Соединенных Штатов. Вы можете позвонить в любое время по телефону 847-226-9956, если будет вопрос. Все-таки люди приезжают, и даже те, кто здесь не проживает, они могут с нами таким образом сконтактироваться. Дорогие друзья, дорогие девушки, Настя, Наташа, спасибо вам большое за участие в программе. Ну и до новых встреч. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин